Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Новый учебный год уже не за горами. Совсем скоро бывшие школьники пойдут в университет, а освоиться им в новом мире помогут адаптеры. О том, кто это такие, расскажут наши гости. Сегодня у нас в студии главный организатор школы профсоюзного актива для адаптеров Дарья Бороденко и куратор школы Анастасия Быкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, собственно, кто такие адаптеры для тех, кто не понимает. Да, адаптеры — это старшекурсники, то есть ребята, которые уже ощутили себя комфортно в университете, которые знают всю жизнь. Они проходят определенный отбор для того, чтобы стать как раз таки вот этими кураторами первокурсников. И 1 сентября, начиная с начала учебного года, направляют ребят, рассказывают про университет, вообще рассказывают о внеучебной деятельности и пытаются разобраться, что же первокурсникам будет необходимо и интересно в университетской жизни. А чем адаптер, например, отличается от классного руководителя, который был в школе, или вот научру, когда научру, конечно, больше за учебу отвечает, но есть ведь кто-то еще от преподавателей, кто курирует, да? Да, у учебных групп есть кураторы, вот именно преподаватели, но, наверное, задача адаптера — это не только рассказать про университет, но и сплотить ребят между собой, потому что им учиться вот столько лет еще вместе. Поэтому, наверное, основная такая, ну, отличительная особенность — это то, что вот они именно помогают сплотиться команде, проводят какие-то неформальные мероприятия, какой-то досуг и как-то вот интересно рассказывают про это все. А если на скидку, так сказать, давно уже вот этот институт адаптерства появился, потому что я поступал в ВУЗ в 2013, кажется, году, у меня уже был тогда адаптер, и, конечно, она очень помогла. Давно ли такой опыт? Проекту уже 17 лет, то есть совсем недавно мы даже праздновали юбилей, для нас это была грандиозная дата. Мы проводили тоже и определенную подготовку, которая отличалась немножечко от традиционной подготовки, и школа актива была особенная, и в целом какое-то отношение, возможно, к ребятам. И также у нас проводится конкурс, который выделяет лучших ребят, которые выделились, которые больше всего знают, например, или как-то провели по особенному адаптацию для первокурсников. И этот финал мы тоже проводили в честь юбилея, прям грандиозно. То есть работу адаптеров кто-то тоже оценивает? Адаптер над адаптерами? Да, у нас есть кураторы в каждом институте, то есть в структурном подразделении, у нас в ВУЗе их 11, и там в каждом этом институте есть определенное количество адаптеров, то есть какая-то своя команда. И над каждой этой командой стоит тоже команда кураторов, которые направляют, которые подготавливают вообще какую-то нормативную базу, которая необходима адаптерам для того, чтобы они рассказали о ней первокурсникам. И также у нас есть руководящий тоже состав нашей организации, который в целом и как бы проверяет знания, проводит этот конкурс для того, чтобы как-то отрефлексировать и проанализировать отчеты, например, адаптеров. Такой смешной вопрос. А много ли среди адаптеров старшекурсников тех, кто вот группами руководит старост, кто не может сойти с рельсы и уже на первый курс выходит и тоже там как старосты своеобразным становятся? Ну, с первого курса в любом случае ребята, какие-то первокурсники сильно выделяются. То есть у нас проходят и выборы старосты, например, учебной группы. То есть мы сразу видим, какие ребята более активные, ребята, которые, например, в своей группе хотят быть лидерами. Также у нас есть со стороны профсоюзной организации такое направление, как профгруппорги. Профсоюзные организаторы, которые тоже со своей стороны являются лидерами. И чаще всего показывает статистика, что как раз-таки эти самые активные ребята потом и в дальнейшем идут вот по этой линии и становятся, например, адаптерами. А может быть кто-то и каким-нибудь активистом, который занимается руководствующей какой-то должностью, каким-нибудь там кружком или объединением в нашем университете. Ну, я бы еще хотела добавить по поводу того, что как раз-таки адаптер вот проводит различные сплачки, например, на выявление лидеров тех же. И как раз-таки это помогает выбрать старосту таким образом и как раз-таки профгруппорга. Потому что иногда бывает такое, это, конечно, ну как, на мой взгляд, не очень хорошо, когда прям уже с первых учебных дней сразу спрашивают преподавателя, кто у вас староста. А ребята не познакомились еще друг с другом, не поняли вообще, кто такой староста, кто такой профгруппорг. И поэтому как раз-таки адаптер помогает сделать, наверное, наилучший выбор в этой ситуации, чтобы потом каких-то, ну, ситуаций вот таких неприятных не возникало. А можете еще подсказать, пожалуйста, кто такой профгруппорг для зрителей или для понимания? Ну, простыми словами, это человек, который является представителем профсоюзной организации. У нас несколько есть органов самоуправления в университете. Это и студенческий совет, и также вот профсоюзная организация. Ну, по-другому, профком. Для всех более созвучно это название. И в каждой группе должен быть представитель, который является как раз-таки вот этим связующим звеном между учебной группой, то есть одногруппниками, и профкомом. Он, например, может рассказать вообще, какие блага есть в университете и какие блага дает профком сам, как организация. Как, например, могут защитить его права с точки зрения профсоюза. Рассказать также о мероприятиях, которые мы проводим. Например, вот тоже про проект «Адаптер». То есть ребята знакомятся, понятное дело, что на первом курсе, но в дальнейшем, например, и профгруппорг может рассказать, а как стать этим адаптером. Как вообще пройти отбор, например, если вдруг у кого-то из его одногруппников будет желание. А такой еще вопрос. Что дает адаптеру? Быть адаптером, какая польза для него, так скажем? Ну, во-первых, это огромное количество каких-то мероприятий, которые помогают расширить зону комфорта. То есть, опять же, вот эти soft skills, мягкие навыки — это и тренинг какого-то ораторского мастерства, потому что рассказать ребятам достаточно подробно и правильно про все, что у нас есть в университете, как бы вот какую-то структуру в голове сложить, правильно донести, ответить на вопросы, не растеряться. Потом у нас очень много различных лекций тоже на всяких школах, и когда вот кураторы в институтах готовят по поводу конфликтологии, работы с малой группой. То есть тоже, ну, такой навык, как мне кажется, важный. Ну и помимо вот всяких таких вещей, которые даются адаптеру, у нас есть повышенная государственная академическая стипендия за общественную деятельность. Вот она 12 тысяч рублей составляет. Вот поэтому вот как бонус еще, если ты не просто проадаптировал группу первокурсников, ну и, например, там стал победителем в своем институте, может быть, там принял участие и даже выиграл или в какой-то топ вошел на университетском этапе, то вообще все шансы эту стипендию как раз-таки получать в нашем университете. А много ли желающих стать адаптером? Потому что мест, наверное, как понял, не так много, то есть они ограничены, а желающих так помогать может быть больше? Ну, у нас на данный момент на школу едет, насколько я помню, около 95 участников. То есть количество адаптеров равно количеству учебных групп во всем университете. Конечно, желающих в каждом институте очень много. Где-то, например, может быть 4 места, а желающих 17 человек. И каждый институт проводит определенный отбор. Ну, по желанию, если такая ситуация возникает. Соответственно, там ребята могут на протяжении месяца какие-то испытания уже проходить, отборочные какие-то тесты писать, чтобы как раз-таки, ну вот уже вот эти вот кураторы, которые в прошлом прошли адаптацию, выбрали те, кто будет адаптировать первокурсников. Ну, где-то и наоборот, например, количество групп равно количеству желающих. И там, ну, вероятнее всего, конечно, возьмут всех, кто подал заявку. Ну, раз мы заговорили про школу, можете подробнее рассказать, что это такое, как она будет выглядеть? Вообще, школа профсоюзного актива у нас проводится в учебном году три раза. Первая для первокурсников, вот как раз-таки она будет осенью. Следующая — это профориентационная. Она у нас была буквально недавно, в мае, когда мы ездили по городам Карелии с профориентациями про наш университет, институты. И вот как раз-таки третья — это школа профсоюзного актива для адаптеров. Она пройдёт уже на следующей, получается, уже даже на этой неделе, с 4 по 7 июля, в прекрасном месте. Это Шотезера. Но я думаю, что все уже в целом как бы участники догадываются, потому что она уже очень много лет там проводится. И представляет она собой такой трёхдневный, даже практически четырёхдневный, если учитывать вот день отъезда, образовательный интенсив, когда ребята просыпаются, у них там зарядка, и дальше у них практически весь день — это оберблог. Потому что то, что нужно знать адаптеру про наш университет, — это очень много. У нас с каждым годом всё больше и больше каких-то лекций становится, всё дольше они становятся, потому что и мы сами, наверное, разбираемся, вот какие-то ещё новые вещи узнаём. И, конечно, это тоже хочется передавать ребятам, чтобы они потом смогли компетентно рассказать первокурсникам про наш университет. А какие мастер-классы, например, планируются и лекции? У нас будет достаточно много образовательных лекций про саму структуру университета, про то, чтобы ребята запомнили лица, так сказать, вуза, чтобы рассказать первокурсникам о том, по каким вопросам кому можно обращаться. Про сам кампус университета, про то, какие у нас есть, в принципе, помещения, какие учебные комнаты, какие лаборатории, то есть то, чем оснащён наш университет. Также у нас будет лекция про нормативную базу, то есть какие стипендии возможно получать, какие права, например, есть у обучающихся, то есть связано что-то уже с законодательством. И также у нас будут, как уже Дарья тоже говорила, развитие soft skills. То есть адаптерам необходимо помимо того, что знать какую-то нормативную базу, уметь ответить на вопрос, о какую стипендию получать первокурснику или в какое объединение пойти, всё равно адаптеру необходимо иметь какие-то навыки тоже ораторского мастерства, психологии, чтобы понимать, как вообще разобраться, если, например, какой-то конфликт возник. Или, например, вот тоже, как мы уже обсуждали, как выявить, например, в группе лидера, потому что это тоже очень необходимо, ведь лидер потом в дальнейшем на протяжении 4-5 лет будет вести вообще в целом всю группу и как-то её формировать, чтобы у ребят тоже запомнились вот эти вот дни в университете и они сдружились, например. Из мастер-классов и лекций, наверное, в основном это всё, но ещё также будут различные мероприятия в форме досуга для того, чтобы ребята разгрузились, например, после продолжительных часов лекций. Какие-то будут мероприятия, направленные на проверку знаний, то есть и тесты, у нас есть тест и входной, и выходной, чтобы проверить вообще, в принципе, с какими знаниями ребята приехали и проверить по итогу школы, какие знания у них остались. И тоже различные мероприятия, ролевые игры, различные тимбилдинги, для того, чтобы ребята сами знали вообще, какие игры можно проводить своим первокурсникам. Тоже можно сказать, что им такая небольшая сессия предстоит. Да, это правда, они так к ней относятся. А этот проект «Школа профсоюзного актива» и, в частности, «Школа для адаптеров», это, я как понимаю, ваш проект, да? Да, у нас достаточно много организуется проектов от профсоюзной организации, и вот «Школа актива» как раз-таки одна из самых таких традиционных, потому что через неё мы можем понимать вообще те направления деятельности, по которым, например, хотят студенты вообще, в принципе, работать. Что они хотят делать. Также мы решаем какие-то наши проблемы, связанные и с профсоюзной организацией, и с работой в университете. Тоже Дарья говорила о том, что у нас была «Школа актива профориентационная». То есть мы понимаем, что хочется помочь университету, чтобы большее количество студентов к нам поступало, и в целом, чтобы институты росли. И поэтому мы пытаемся поспособствовать. Ездим, рассказываем вообще, в принципе, про университет, про какие возможности можно будущим студентам получить, абитуриентам и школьникам, чтобы, естественно, они остались и в самой Карелии, и, может быть, после университета, например, приехали к себе в родной город и там, например, развивали свою профессию. Я имею в виду конкурс «Лидер ССФО» или как он правильно называется? Да, «Студенческий лидер ССФО» — это вот конкурс, который мне предстоит. В основном эта «Школа актива» вовлечена в этот конкурс с точки зрения информационной работы. Мы очень много сил командой вовлекаем именно в эту работу, ну, привлечение информации к этому мероприятию, потому что это одно из направлений, один из навыков лидера студенческого, то есть управления командой вообще различных форматов. Поэтому как раз-таки «Школа актива», поскольку она сейчас актуальна и она скоро уже пройдет, вот нам необходимо провести вот эту информационную работу. То есть у нас выходит очень много различных механизмов вот этих площадок социальных сетей и клипы различные, и видеоролики, и информационные посты. То есть в студенческом лидере как раз-таки нужно уметь управлять командой, которая, например, будет работать вот, например, над информационной работой. Ну и возвращаясь к вопросе адаптеров, вот «Школа пройдет», сессия небольшая такая для адаптеров пройдет. Когда у них будет первая встреча? Первого сентября или чуть раньше со студентами, которым они будут помогать? Вообще на самом деле списки, вот буквально вчера смотрела, выходят уже поступивших там вроде бы 25 августа, ну не буду лучше врать, ну в общем в конце августа выходят. И по сути каждый адаптер после этого, ну после этой даты, как только он получает списки своих адаптиат, он как раз-таки уже может искать с ними, искать их ВКонтакте или в каких-то других социальных сетях, создавать беседу, уже отвечать на какие-то первые вопросы. Но по сути желание адаптера, грубо говоря, когда встретиться с адаптиатами, то есть либо до, чтобы уже, например, в первый учебный день они знали, как выглядит адаптер, как выглядят одногруппники, грубо говоря, чтобы уже примерно сориентироваться. Но ничего в целом такого нету, чтобы вот уже как раз-таки встретиться в первый учебный день и точно так же провести ту программу, которая была запланирована у адаптера на это время. А какие вопросы обычно задают самыми первыми? Ну, наверное, задают больше про... Ну вот я сама была адаптером в 21 году, и у меня много спрашивали про... Почему-то очень спрашивали про тетрадки. Какие нужно тетрадки покупать? Потому что если в школе это, грубо говоря, тетрадь, одна тетрадь по каждому предмету, и ты носишь школу с собой, много-много учебников, тетрадей, то в университете, конечно, всё наоборот. То есть, грубо говоря, можно купить одну тетрадь. Я вот с ней так все четыре года и проходила с этой тетрадкой, то есть просто листочки менять. Вот такие какие-то советы просят, например, что лучше купить. Может быть, что, например, почитать, потому что вот у меня были адаптераты с группой дефектологии, и у меня спрашивали, может быть, я что-то могу посоветовать им. Ну, я, конечно, не дефектолог по образованию, но тоже вот интересно, когда адаптируешь тех, кто не учится на твоём направлении. А встречи с адаптерами, они еженедельно как-то запланированы, или это всё в свободном павловичем режиме, когда нужна помощь как куратора, да, обращаемся к нему? У каждого адаптера есть индивидуальный план адаптации, то есть какие-то мероприятия, помимо общих, которые есть, например, вступление в профсоюз, какие-то сервисы, где рассказывают про то, как пользоваться нашей библиотекой, какие в целом у нас есть возможности университета. Каждый адаптер делает ещё другие мероприятия, какие-то встречи, где он уже лично что-то рассказывает, непосредственно вот этот с группой. Количество этих мероприятий, грубо говоря, опять же, зависит от адаптера, насколько он готов, насколько адаптеры могут, потому что расписание у всех разное, учебное, и в целом в сентябре зачастую многие, например, те, кто из общежития, они уезжают обратно домой, какие-то вещи дособирать. Поэтому план адаптации, он такой, наверное, на мой взгляд, вот та самая нестабильная вещь, которая варьируется, и, конечно, нужно в моменте какие-то решения принимать, быстро ориентироваться во времени, чтобы всё-таки провести вот те важные какие-то встречи, важные вопросы рассказать для ребят. А основной период адаптации, он ведь, наверное, длится не весь учебный год, а там месяца три всего, да? На самом деле раньше адаптация длилась вообще неделю. И, к сожалению, когда только-только этот проект вводился, приходилось дополнительно первокурсников как-то выдёргивать из учебного процесса. То есть когда у них прошли уже пары, по вечерам, ну, в зависимости от смены обучения, адаптеры брали и вовлекали своих первокурсников в различные образовательные мероприятия, проводили экскурсии. Вот сейчас, например, университет идёт навстречу, и нам выделяют действительно целую неделю для того, чтобы у студентов не было в это время учебных занятий, ну, лишь какие-то знакомства с преподавателями, тоже профориентационные мероприятия зовут, например, работодателей различных. И нам выделили действительно неделю, когда адаптеры могут напрямую, каждый день встречаться с первокурсниками, но никто, как уже сказала Дарья, не говорит о том, что адаптеры там не может встречаться ещё как-то дополнительно. И чаще всего, ну, тоже в зависимости от института, бывает месяц идёт адаптация, и там бывает два месяца, то есть в зависимости от того, как ребят хотят вовлекать, например, в университетскую жизнь. То есть первую неделю по пять пар в день не будет, да? Да. А ошибочно это мнение, что помощь адаптера больше нужна тем, кто приезжает в Петрозаводск, нежели тем, кто в нём живёт? Я думаю, что, конечно, она важна и тем, кто приезжает, и, конечно, она нужна тем, кто вообще в целом есть в Петрозаводске живёт, потому что у них разная вообще потребность в том, чего они хотят узнать. То есть ребята, которые не городские, естественно, им необходимо понимать и как-то сродниться с городом, в котором находится университет. В целом, например, с регионом, если не отсюда. То есть узнать какие-то факты, сходить на экскурсии. То есть это уже тоже какая-то дополнительная работа адаптера, которая он в зависимости от своей группы, в зависимости от того, какие первокурсники к нему поступили, строит свой план адаптации. Ты изначально никогда не знаешь, какие первокурсники к тебе придут, и на самом деле это такая фортуна. Ты первый день можешь увидеть, что «Ага, у тебя такое количество мальчиков, значит, там будет интересно это. Такое количество девочек, значит, там будет интересно это. А кого-то там больше, например, проживающих или меньше их». То есть ты можешь, например, ребят взять, там несколько маленькой группкой куда-то их сводить, и потом вовлечь с ребятами, которые в городе живут. То есть в зависимости от того, действительно, какая необходимость есть у ребят. Потому что у городских тоже в том числе есть необходимость, например, в общении. Потому что все первокурсники, они по существу своему одинаковые, они ушли со школы, выпустились, и для них вот эти одинаковые условия, они вовлекаются в новый какой-то этап в своей жизни, который будет длиться минимум четыре года. Вот, допустим, год учебный прошёл, адаптирование прошло, адаптация точнее. А как те, кому помогали студенты-первокурсники, могут поддержать теперь адаптера? И нужна ли ему поддержка с их стороны? Ну, мне кажется, что поддержка нужна даже уже не только вот через год, а вот когда сентябрь закончится. Потому что, грубо говоря, каждый адаптер в каждом институте будет участвовать в конкурсе «Лучший адаптер именно института». И там, конечно, вот поддержка адаптят, какая-то вот прийти, поддержать, поболеть с плакатами, какие-то подарки там нежные, милые подарить. Конечно, каждому адаптеру, который участвует в конкурсе, это достаточно волнительно. Тем более, ребята, ну, по сути, это для многих первый вообще конкурс, выход на сцену какую-либо. И потом уже вот от каждого института финалист участвует в конкурсе «Лучший адаптер Петер Гу». Ну, там вообще говорить про масштабы поддержки не стоит, потому что это не только вот первокурсники, это уже и твои коллеги, которые с тобой вместе адаптировали. И те ребята, например, которые даже не были в адаптации, тоже присоединяются к поддержке. У нас вот «Лучший адаптер Петер Гу» наверное, самое яркое событие в университете, потому что каждый институт готов поддержать своего именно лучшего адаптера, что вот он обязательно станет победителем. Ну и последний вопрос. Вот я вот слушаю и понимаю, что на самом деле помогать, наверное, большому коллективу это сложно. И адаптер всегда может рассчитывать, что его поддержат, да, более старшие товарищи, потому что там психология, как это называется, ну, группы, да, всё это надо разбираться, вопросов много возникает. Ему всегда помогут, да, с такой точки зрения. У нас первокурсники на самом деле очень трепетно относятся к своему вот этому помощнику, адаптеру. Многие называют там «мама», «папа», то есть вот такие вот есть случаи. И на самом деле у нас есть вот прям действительно вот доказывающая теплоту, вот семейность этого проекта. Любимая наша фраза, которая следует у нас по всему проекту, это «адаптер однажды, адаптер навсегда». То есть ребята на протяжении всего учебного своего и года и в своей учебной жизни могут всегда обратиться к этому человеку, потому что если он однажды стал наставником, однажды стал адаптером этой группы, то всегда ребята обращаются, некоторые даже сохраняют, например, какие-то контакты, там в беседе остаются. Ну традиционно у нас ребята уходят, чтобы, так сказать, в свободное плавание отпустить вот своих первокурсников. Ну на такой хорошей ноте тогда и закончим. Это была программа «Тема дня». До встречи в эфире.